Шутят о Димаше. Спрашивают, Димаш, ты куда Эбергенов? А он говорит, я в Козерога Эбергенов. Но песню про лебедей спел явно не он. Лебедей. Тадаренко беременная. Начинай двигаться, малыш. Как прошел шестой выпуск третьего сезона самого популярного в России шоу Маск вместе смотрим, обсуждаем в этом видео. А у моей пчелочки-то в сисочке что-то. Сисочки-сисочки. Другая песня. В жюри, как обычно, Тадаренко, Валерия, Родригес, Ботрудинов и в ярком кислотном костюме Филипп Киркоров. А сегодня я человек весна. Маск осталось 10. Обязательно кто-то из них в конце программы покажет свое лицо. Первым на сцену вышел Анубис. И изначально казалось, что Диана Анкудинова. А теперь в жюри бытует мнение, что вполне возможно там тот, о ком да бы и не говорили. К примеру, Савичева, быть может Гагарина или молодой певец Стоцки. Тем и теперь не узнает никто. Вообще маски масками, но член жюри Регина Тадаренко признала, что беременна. Выходит, у Топалова уже будет второй от нее ребенок. Что вы натираете, Филипп? У вас уже есть дети. В Мухоморе жюри услышали Буйнова или уже Пенкина. Судя по вокалу, больше, конечно, похоже на Пенкину. Но мне кажется, что там может быть Лепс, либо же Розенбаум. Вот послушайте. Третья маска Леопард. Говорит, что ради мечты сбросила лишние килограммы. Действительно, недаром-то говорят, вот придет лето, и тогда узнаем, кто качал пресс, а кто дверку от холодильника. Филипп Киркоров думает, что в маске дочь Валерии Шена либо же Марик Райнбри. Мне кажется, что действительно там некий молодой инстаблогер, к примеру, Настя Сазоник. Но я думаю, что малыш, это Дима Белангер, Влад Соколовский. А вот Валерия выдвинула версию, что там может быть также Олихно, Руслан, собственно, мой земляк из Белоруссии. И действительно, вот по этому фрагменту сходство есть. Пятая маска Козерог. Вы писали, что это может быть блогер Дима Масленников. Была подсказка, что без интернета он никак. А действительно, на ютубе у Масленникова более 13 миллионов подписчиков. Также была версия, что Димаш Кудайберген, мировая звезда из Казахстана. Я подозреваю в Козероге Димаша Кудайбергенова. Что касается вокала, я, конечно, в тупике. Прям двойник Агутина. Быть может, это он и есть. Многие мои подписчики, то есть вы считали, что под маской осьминога может быть молодая певица Наталья. Моя версия еще была, что это Наталья, к примеру, Подольская. Вот послушайте, как поет. Седьмая маска Пончик снова покорил Киркорова. Вот она, у сладовая души Пончик, спасибо. Под этой маской вы пишете, может быть, Ирина Понаровская. У жюри версии, что это Аня Асти, либо же Елена Темникова. Монстрик снова много говорил и шутил. Это может быть Мартиросян Воля, либо же Воробьев. И опять-таки он говорил, что никогда не прикладывает дела, которые может сделать сам на других. В маске пчелы выписали, может быть, Алсу, либо же актриса Татьяна Храмова, что исполняла главную роль в сериале «Фитнес», вполне возможно, там подкачала свое жало. Но Филипп Киркоров подметил совершенно другую часть тела. А у моей пчелочки-то в сисочке что-то, да-да-да, в сисочке-сисочке. Это другая песня. Что сказать на песне пчела, ну, конкретно удивила поклонников Димашка Дубергена. Исполнила его композицию «Любовь уставших лебедей», что написал Игорь Крутой. Десятая маска «Дракон». В жюри, думаю, что это Тарзан. Опять-таки была подсказка, что у него был некий роман с певицей, еще версия Дмитрия Дюжев, ну, а спел «Дракон» песню Билли Айлиш. Зрители в студии проголосовали, решили, что номинатом на вылет становится леопард, осьминог и пчела. Позже леопарда спасли, а член жюри посовещались. Выбор пал на Филиппа Киркорову, он решил, что открывает свое лицо. Собственно, вылетает из проекта именно осьминог. И это... Член жюри были правы перед самым вскрытием маски. Они единогласно сказали, что там Наталья Подольская. Да и, по сути, вы зачастую писали мне в комментариях, что там именно она. Это говорит, что мы с вами большой молодцы. Я возвращаюсь домой к мужу и детям. Обязательно напишите, как думаете, кто под другими масками. Оцените это видео, подпишитесь на канал, если еще не со мной. Здесь мы обсуждаем все выпуски этого шоу. Я напомню, что финал будет в Крокусити Холле в Москве. 1 мая. Это говорит о том, что можно будет посмотреть, кто же победит в проекте своими глазами. Огромное спасибо, что со мной. Обязательно подписывайтесь в разных соцсетях. Есть я в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте. Ссылки в описании под этим видео. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...